Так, отлично, отлично. Так, Раби, мы продолжаем изучать пертеку от получения отцов. Сегодня у нас девятнадцатая мечта, Мишна, мечта. И, значит, девятнадцатая у нас Мишна, вторая глава, и это ученики, ученики Рабан Йоханена Бен Закая. И продолжают они говорить свои главные, вот у каждого своя Тора, у каждого свой путь в жизни, у каждого свой типаж личности. И в этом Мишне нам дают советы, три совета, Раби Ильазар Бен Арах. Тот, про кого сказали, что он Маян Амин Габер, что он источник, из которого идет вода. То есть он был креативный, он прям создавал. Тот, кто сказал, что главное это Лев Тов, то есть он глобально видел вещи, потому что, когда он дал ответ, по кому-то лучше приблизиться к Богу, так сказал Рабан Йоханена Бен Закая, в его ответе все ответы. То есть у него было вот это качество ума, креативность, и, вот сейчас я даже понял, откуда берется креативность. То есть вот у него было сочетание источник производящий, и у него был ответ, самые охватывающие все ответы, в котором были все ответы. То есть вот на этом соединении и появляются самые гениальные вещи. Когда у человека есть широкий обзор, когда он видит всю картину в целом, и когда он в этой картине в целой, он своим вот этим вот креативным мышлением, он может разбираться в элементах, понимать одно из другого и так далее. Потому что, если он видит картину узко, он может быть супер креативно там разрисовать стакан. Но, в принципе, вся его креативность, она очень ограничена размером его взгляда, его горизонта. И вот говорит Раби Лазар Бен Рах, Абишакут Лильмот Турах, Он говорит, при всем том, что главное, при всем том, что он был Маян и Медгабет, то есть он был креативный, он сказал, что нужно себя посадить, и Шакут это как постоянно, так сосредоточенно изучать Тору. То есть он хотел свою вот эту креативность вставить в рамки божественной реальности, в рамки аксиом, который установил Бог. И это возможно только, если ты втачиваешь в себя Тору. Обычно креативный человек, он не хочет вставить себя в рамки. А он говорит, Абишакут, как шкидим, это как орехи. То есть встань, как орешек, крепкий орешек в изучении Тора. То есть сядь и учи на Иисус. То есть, чтобы твоя креативность работала только с материалом Торы. Это то, что он имел в виду. Абишакут Лильмот Тура. И веда машет ашив Леопикойрос. И знаешь, что ответить Апикойросу? Кто такой Апикойрос? Апикойрос, это человек, который против Бога. Это производное слово Апикойрос, это эпикурейцы. Был такой эпикур, какой-то греческий философ. Который, ну я не специалист в греческой философии, но он у меня ассоциируется с Бухать. Значит, лежать на эпикурейце. Неверующий безбожник-атеист. Правильно, но откуда он неверующий безбожник-атеист. Но откуда берется слово Апикойрос? Почему вдруг Апикойрос? Нет вовредия такого слова. В чем его корень? Говорят, это производно ученики Эпикура. Апикойрос имеется в виду ученики Эпикура. Эпикур это грех был. В древней греке они были за 300 лет примерно до происходящих событий, до раби Лазара. И был там один эпикур такой. Там был Сократ, Платон, потом был Аристотель, Диоген. Ну, куча, кстати, была этих греков. Которые, каждый был на своей волне. Кто-то жил в бочке Диоген, кто-то были стоики. Они стояли. Эпикур этот, Эпикур, он, видно, курил. Эпикур это тот, кто и пил, и курил. Теперь понятно. Эпикур это, который набукается и накурится. И у него был подход к жизни. Пей, гуляй и все. Рамбан говорил, что это слово Эфкир. Что это человек бесходил. Второе предположение, что Апикурисы... То есть, как бы, по-простому слову Апикурис на языке Торы, оно обозначает человека, который идет против Бога. Но мы пытаемся понять, откуда взялись эти Апикурисы. И мы видим, что Апикурисом человек может быть по двум причинам. Первое. Он делает Эфкиром Тору. То есть, Эфкир это обесценивает, обессмысливает. Это первый вариант. Это такой философский подход. А, типа, я ни во что не верю. Их еще называют, те, которые ни во что не верят. Их называют как... Их называют... Агностити. Агностити. Типа... Не, агностити, а может быть, да. Может быть, да. Он говорит, я верю в то, что вижу. В стакан верю. Почти верю. А в Бога не знаю. Ну, не видел, не верю. Тогда он не верит уже так же в радиоволны, в телеволны, в 4G сети, в 3G. То есть, он не видит, он не верит. Это агностик. Теперь, то есть, Апикурисом против Бога. Человек может идти. Первое. Если он сделал Эфкиром Тору. То есть, он не хочет верить в эту систему. Он говорит, я в принципе ни во что верить не хочу. Это первая основа, почему люди становятся неверующими. Вторая основа, это эпикурейцы. Это те, которые говорят, я верю, в принципе, я верю, что это все возможно. Но я не могу идти по этому пути. У меня нету сил. Я люблю жрать, я люблю, там, ну, вот эти все вещи, они меня привлекают. И я не могу отказаться от мяса, там, свиного. Но я не люблю свиную шашлык. Он говорит, я не могу поверить в Тору, который мне его... Я даже верю в Тору. Но я не пойду все равно в синагогу, потому что... Я сейчас не люблю, да. Дороже. Это второй, эпикурейцы. Так сказал нам Раби Элязар, второй совет людям Торы. Он говорит, знай, что ответить эпикуресу. Значит, идет речь о том, что не надо бегать за эпикуресом, и ему кричать, что давай-то отстань верующим, да. Но если он уже к тебе пристал, если эти эпикуресы, которые пытаются свое безбожие нести, как с флагом, да, как с миссией. Сказал Раби Элязар, знай, что ему ответить. То есть у тебя должен быть ответ. И вот тут очень важная вещь. В какой-то момент евреи, они... Это было перед революцией, как раз, когда была эта Аскала, ну, они не знали, что ответить миру. То есть они были замкнуты в религии, они замкнуты были в Торе, и они, Тора, так как очень боялись мудрецы, чтобы, ну, евреи выходили и контактировали вообще с чуждыми мировоззрениями, из-за того, что много раз было, ну, нападение, да, то есть начиная с разрушения храма, еврейские мудрецы, они сказали, что мы должны сохранить Тору и заповедь. Они стали такой, как закрытым обществом, как будто закрытый внутри в себе, и они говорят, мы полностью отделимся своим видом, своими обычаями, своими... Все, мы должны сохранить это знание. У нас нет храма, у нас нету сейчас земли, ремляне выгнали, у нас нету армии, у нас ничего нету. У нас есть закон, у нас есть Тора, и мы должны эту Тору сохранить. А для того, чтобы ее сохранить, мы должны ее спрятать. И они спрятали. Теперь было направление, которое первые христиане, как внутри оно возникло, иудаизма, которые говорят, нет, мы не должны прятать, мы должны нести Тору людям. За 300 лет как раз до христианства примерно перевели Тору, перевели письменную Тору на греческий язык септудианта. И перевели ее в городе Александрия. Это вот была Александрия, столица одного из трех государств, которая после смерти Александра Македонского его империя распалась. И в Александрии это была одна из столиц, там была огромная библиотека. И евреи Александрии, и царь их там, царь, он посадил мудрецов, все, по-моему, мудрецов посадил, и они перевели Тору на греческий язык. Так евреи, Александрии, это был праздник. Вот теперь мы свет народа, да, теперь все народы узнают про Бога. А евреи Иерусалимов, это день скорби, день поста, это было 10-го ТВ-та. И, значит, они начали поститься, это был день у них скорби, что... Разные подходы мы видим. Теперь появилось, через 300 лет появилось внутри иудаизма, появилась секта, да, ну, направление такое, секта, это отцово секта. Значит, появились, которые первые христиане. И они начали нести знания о Боге, давай всем. Евреи, наоборот, еще больше, а так как уже был храм разрушен, в 70-м году, наш храм разрушен, то они, наоборот, прямо говорят, вот этот вот апостол Павел, который был, что это было, что они ему говорят, давай ты сейчас иди туда, это был один из мудрецов, он был из фарисеев, то, что их называли, фарисея, это пружин, отделенный. Само слово фарисеи, вот говорят, это фарисеи, мол, да, само слово фарисеи, это от корня пружин, отделенные. Они полностью отделились от реальности и спрятались в, знаете, вот эти кумранские рукописи, они ушли в горы многие, там ушли в пустыни, то есть они хотели все, типа мы погружаемся в Тору, в закон, и закрываемся от окружающего мира. Эта стена вырастала, вырастала, пошло очень большое разделение между христианством и иудаизмом, и именно вообще что, никакой связи, да, значит христианство пошло тогда на весь мир, а евреи продолжали зажиматься в себе. И вот этот процесс продолжался почти 2000 лет, до 1800 года. И тут появились реформисты в иудаизме, да, внутри. И они говорят, вот, типа, давайте, там, как же, мир куда ушел, а мы вообще нету никакой связи между нами и миром, давайте сейчас будем с миром объединяться, будь евреем домом, немцем на улице. И пошло изменение Торы, то есть отпустили все гайки. Интересно, что те, кто начинали этот путь, был такой Мендельсон, больше Мендельсон, он, значит, уже его дети отошли от Торы, его внуки перешли в христианство, вообще от своего отошли. То есть мы видим путь евреев в Германии, которые отошли от Торы, что они через два поколения уже вообще полностью забыли. Даже те, которые остались, они сказали, наш Иерусалим это Берлин. И они вообще. Мы видим, какая отдача, как только евреи уходят от Бога, а в Торе написано, ты не можешь уйти от Бога. Начинаются неприятности, начинается катастрофа, вот эта вся история, потому что большая часть евреев тогда, бывший Советский Союз, Европа, все, они отходили от Торы. Почему? У них не было иммунитета. И тут появляются такие евреи, как Равшимшан Рафаэль Едж. Он говорит, раввины должны учиться в университете, но они должны быть в первую очередь раввины, а во вторую очередь они должны знать, что ответит Апикорису. Они должны знать именно, что ответит тем, которые говорят, что Тора не с неба, Тора там устарела и все. То есть нужно иметь эти все ответы внутри себя, потому что если ты их не имеешь, то у тебя как нету антивируса. Все. И ты тогда не можешь сказать, что все в мире, что есть хорошего из Торы, и доказать это. Так Раби Лазар мог это доказать, я могу это доказать. И любой человек, который эту Мишну выучил и хочет найти ответы, он может доказать, что все хорошее, что есть в мире, это от Бога. Бог передал это знание в Торе. И все, что есть в мире на сегодня, психология там, все. Все это идет из Торы и все ответы из Торы. Вот. И значит, он нам сказал три вещи. Первое. А вы шахутлили мут Тора? То есть погрузись в Тору. Но при этом, да, машет ошибляй, апикоры. Знаешь, что ответить апикорисам, тем, кто говорят против Торы, ты должен знать все, как им ответить. Кстати, интересно, вот если есть какие-то вопросы, и вы хотите узнать ответы, вот любые антирелигиозные вопросы, я готов дать на все вопросы ответы и доказать, что все эти вопросы, которые идут против Бога, это бред, чушь собачья, и в них нету ничего умного, ничего нету. Они стоят на песке, стоят на какой-то такой курьей ножке, и мы эту ножку найдем и обломаем. Это то, что нам посоветовал Раби Лазар в Мишне 19-й Перте. Дальше он сказал, «Вы дали в немея Таамель, и знай, перед кем ты трудишься, знай, перед кем твой труд». То есть, ты должен зремо помнить, что не Тора важна сама по себе, и не отвечать этим апикорисам важно, и даже не выполнение заповедей, а важно направление, куда ты двигаешься. Дай, знай, перед кем ты трудишься, а перед кем ты трудишься, перед Богом. «Уми убаль млахтеха», кто хозяин твоей работы? Кто вообще твой хозяин? Кто хозяин мира? Кто хозяин, вообще, кто всем управляет? Кто дает тебе силу? Кто держит этот мир? Кто он хозяин? Бог Ши-иша-левлиха с хар-кула-теха, который заплатит тебе награду за твою работу. То есть, ты всегда должен знать, чтобы у тебя было все время, начиная с шоу-хо-нору, с того, что «Ши-вити Ашем-мен-гитамид». Представляю, Бога всегда перед тобой, это Клаль-Гадольбе, это огромное правило поднятия цаников. То есть, не терять вот эту вот главную перспективу, чтобы у тебя было все время правильный ракурс, правильное направление. И, чтобы закончить эту мишну, расскажу про Раби Ативу. Раби Атива, он был великимудрец, который, который, он был в следующем поколении, то есть, он был в одном поколении, вот с этим, с Раби Элязаром, они были знакомы, то есть, они пересекались наверняка. И, есть известная история про Раби Ативу, как один римский был умник, там, наместник какой-то, это самое, и он ему говорит, что ты мне рассказываешь про Бога вообще? вот мы римляне, просвещенные люди, так мы верим, там у нас куча разных вариантов, богов, там у нас очень, пантеон у нас целый, да, а вы в кого верите? Ну, покажи мне, докажи вообще, что он есть. Раби Атива ему говорит, без вопросов, давай завтра встречаемся в 12 дня, я тебе покажу нашего Бога. Тот говорит, отлично, все, завтра приемки встречаются, встречаются они в 12 дня, лето, Израиль, значит, жара дикая, Раби Атива говорит, идем на холм, сейчас я тебе его покажу, значит, поднимаются они на холм, жара, солнце палит, полдень вообще, просто, тот еле до вершины холма, до лес вообще, прямо сгорает от солнца. Раби Атива говорит, все, смотри быстрее на небо, вот там вот на солнце, смотри, сейчас ты его увидишь, что ты, ты что, я не могу глаза поднять, как я на солнце посмотрю, я ослепну. Он говорит, ну как, подожди секундочку, ты Бога хочешь увидеть, ты даже на солнце не можешь посмотреть, ты сгоришь, а Бог это солнце, он для него, это солнце, это песчинка из песчинок, это для него вообще, молекула просто, он всему мирозданию дает энергию, чтобы оно существовало, он держит всю вселенную, Бог на, он создал ее, и он ее поддерживает, вот эту вот всю силу, которая держит всю эту конструкцию, которая должна куда-то разлететься все время, потому что эти все электроны, атомы, они все время куда-то разлетаются, он говорит, так ты, на солнце не можешь посмотреть, он ему говорит, а куда ты на Бога собрался вообще, и тот понял, что действительно, то, что они называют Богом, все вот эти, ну, клоуны маленькие, там, Зевсы, Платоны и так далее, тоже можно представить, это все куклы, это не Бог, не может эта кукла вообще держать мироздание, а когда ты говоришь о Боге, ты можешь только своим разумом представить какие-то слова, которые говорят о каких-то минимальных проявлениях Бога, настолько Бог велик, настолько Бог непостижим, настолько Он, ну, не как, непостижим, мы живем в рамках реальности, которая является, там, не знаю, 250 миллионным, сжатием Бога, да, то есть, его, как сказать, проявлением, но говорить о том, кто это сделал, мы еще можем, но увидеть его мы не можем по-любому, написано, не может человек увидеть Бога и остаться в живых, он сгорает, разум сгорает, люди, которые начинают просто думать о Боге, есть четыре мудреца, которые поднялись в Пардес, Пардес это некое высшее там место, куда может разум человека подняться, и Раби Адима был один из них, и единственный, который поднялся и спустился с миром, потому что один поднялся разумом туда, и умер, у него сразу голова взорвалась, второй поднялся, вернулся, но он уже голову собрать не мог, он зашел с ума, то есть, у него там просто вот этот вот механизм, он полностью поломался, нашли все проводки, третий, или Шабенавуа, он вернулся, и он отошел от Торы, он просто отошел от Торы, что-то с ним произошло, ну такое же с его головой тоже, что он, ну тоже можно сказать, сошел с ума, но чуть по-другому, и, потому что, конечно, не может человек грешить, только если у него вселился дух, дух сумасшествия, то есть, тот был явно сумасшедший, вот сейчас я понял, а Иришабенавуа был тихо сумасшедший, то есть, у него как бы он с виду был адекватный, но по факту он был сумасшедший тоже, и только Раби Атива зашел и вышел с миром, он был полностью собранный человек, все значит, еще раз, Раби Лизам сказал три вещи, первое, будь сосредоточен в изучении Торы, второе, знай, что ответить Абекуэрису, тому, кто идет против Бога, третье, знай, перед кем ты трудишься, и кто он хозяин твоей работы, который заплатит тебе награду за все твои действия, все, прекрасного дня, значит, Абекуэрис, если есть у вас знакомые, пусть напишут вопросы, мы ответим на все вопросы, все, блин, без обеда, потому что, мало ли, вдруг, вдруг, буду заниматься в этом момент чем-то другим, все, счастливо, спасибо. Спасибо.